Доброполье, Украинка, потом Карловка, потом после Карловки Авдеевка, после Авдеевка, Пески, Авдеевка, потом уже Донецкий аэропорт. Мы в Карловке, я еще помню случай, ребята, когда Донецкий аэропорт штурмовали, третий пол спецназа там был, и 25-я, и 79-я бригада, они уже там были, они нам рассказывали, вот там, а мы же нам интересно, как же там в аэропорту. Понимали, там уже было горячее. Мы смотрели на них, ребята, герои, отстояли аэропорт наш, даже не думали, что мы туда тоже можем попасть. Повестка пришла как раз 1 апреля 2014 года, да, шутка, день шутки такой. Прихожу в военкомат, да, здравствуйте. Говорю, классно шутите. Никто не знал, куда мы, что идем. Просто пришел, как в шутку, действительно. Ну, мне говорят, ну, завтра утром с вещами, 10 дней, как партизаны, там, отдохнете от семей, это ваш маленький отпуск. И 2 апреля уже мы поехали в часть в Черкасскую 93-ю бригаду и потихоньку там начали нас подготавливать. Взяли пулеметчиком, начали формировать взвода. Попали мы в 2-й батальон 93-й бригады в 5-ю роту, 2-й взвод. Пробыли в Черкасском месяц, потом переехали, нас попросили в Доброполе, это уже была, считалось, зона АТО. Первые пошли уже раненые, двухсотые, трехсотые, уже все начали осмысливать, что все по-серьезному. Начали уже включаться у нас во всех мозги, как оборону, где растяжку поставить, где сигнальную ракету, где как. Конечно, много было недочетов, потому как не очень подготовлено, уже сами начали вспоминать какие-то навыки из фильмов даже. Похожий фильм еще многие ребята вспоминают, как 9-я рота, вот тоже молодые хлопцы. Потом, да, все приехали в Донецкий аэропорт, залетало к нам много интересного. Грады, мины, это потихоньку, а потом уже привыкли как-то уже, а, уже, а, это мины, где-то рядышком, а, грады там. Все уже знали, как, что, как прятаться, как, что уже летает и прислушиваться там. Четыре, две, три секунды примерно знали, что можно, там, три-четыре секунды есть, что где-то спрятаться. Всем было страшно, говорят, не боится только мертвый. Все люди живые, обычные, хлопцы, шахтеры, я говорю всем, кто где работал, кто в колхозе, кто, ну, очень все разные. Тогда уже нас назвали киборги, хотя мы уже потом знали, что киборги, если обратно прочитать, то это гробики. И так, да, было тоже. Ну, никто об этом обычно не думал, все думали, естественно, как выжить. Мы просили подкрепления, надо больше, такой объект большой, больше, больше сюда. Людей нас там сто, сто двадцать человек. Мы же были, понимали, все практически в кольце. Тогда как раз было самое такое жесткое в терминале С – это бокс. И нас как раз оттуда там начали немножко ужимать. Помещение было не очень удобное со всех сторон, потому что оно стояло торцом, и всего было там четыре окна. Потому как танчик выходил и по прямой практически прошивал все здание. Мы тогда на втором этаже еще ходили, потом спустились на первый этаж и держали уже первый этаж. Человек – это такое, можно сказать, животное, которое привыкает ко всему. Если его в какие-то рамки так ограничить, что он действительно может забыть на некоторое время о том, как вода, выкупаться, душ принять, покушать, поспать. Это все немножко притупляется, вырабатывается адреналин, и организм работает не на сто процентов, наверное, а больше, чем на все двести процентов. Круглосуточно, днем, ночью, напряженно было всегда. 28 августа у меня день рождения, раз забыли ребята, там шампанское осталось, там немножко коньячок был, где-то нашли. А это с дьюти-фри, там остатки немножко нашлись, да, цены там были ужасные. И за 800 евро, грубо говоря, стоит у нас виски, и стоит килька, банка тушенки, галетное печенье. И вот это вот, ребята все были на износ, конечно. И тоже к нам вот заходили и с правого сектора, ребята, они помогали тоже. Все молодцы, вот они как-то менялись там, с нами день побыли, 10 дней там побыли и поехали. Мы, тоже нам было обидно, мы тут два месяца уже, мы тоже хотим покупаться немножко, так сказать, хоть поспать хоть сутки. И поэтому она, нет, ребята, стойте. Дожди, ну разные же погодные условия протекали у нас. Мы потом уже стояли в боксе, это в новом терминале на первом этаже. И вся вода, естественно, с терминала стекала, потому как уже ни окон, ни стекол. Было одно здание, бетонные колонны одни, и защиты практически не было. Ну, здание за счет колонны держалось, приходилось по лестницам, по мелкими перебежками, вот бегать по этому зданию. Ночью вообще нельзя было ни фонариком, ни чем посветить, потому как это сразу было видно. Потом с терминала этого, за старым терминалом, немножко оттуда нас выгнали, потому что уже негде было там. Здание хоть и старое, кирпичное, но по нему очень ужасно обстреливали, потому как удобное место оттуда было наступать, и держать его было очень тяжело. И как раз в этот день мы же уже знали, что будет подкрепление у нас. Как раз 79-е. ПДВшники, ребята, нас ехали менять. Мы ждали очень подкрепления, очень было тяжело, вот это, наверное, самый такой был страшный день. И тогда в этот день тоже к нам ребята ночью заезжали, и сразу два БМП ихних, прямо по прямой, практически, ребят, ну, не по 15, по-моему, 200-х сразу было. Мы не знали уже, куда ехали, что. И знали, что мы там, надо подкрепление. Они ошарашенные, все в шоке были. Еще даже не успели заехать к нам, а их уже немножко рвали. Мы тоже перепуганы. Как раз бой такой, постоянно. В этот день такой, нам, братцы, сдавайтесь. Немножко так дух, устали просто все равно. И оно, как бы, такая мысль была уже. Вот-вот, ребята уже едут к нам, помощь будет немножко легче, там, быстрее, там, все держат кулаки, быстрее доезжайте. Терпите, терпите, уже переговоры слышали, и нам говорят, не ждите, сдавайтесь к нам, к вам никто не приедет. Ну, и ребята все это в рации, как бы, слышали. Ну, здорово, да, у нас редук вышел, говорит, никто отсюда уходить не будет. Не слушайте все это, пугайтесь, ребята, давайте. И тогда все хлопцы, как начали отстреливаться, конечно, немножко так, видно, услышали те. Мы знали уже, что ребята вот-вот, и тогда немножко стало тише. Ребята приехали к нам тоже, о, что у вас тут происходит, у вас тут настоящая война, месиво. Ну, вот так вот. А мы уже немножко привыкшие были, так уже, поспокойней с ребятами общаться уже, немножко рассказывать, откуда, что, куда, чего. И мы знали уже, что вот-вот, чуть-чуть еще, и мы вроде будем дома, что уже, как бы, нас уже, мы понимали, что будет замена, и будем уезжать. И тоже, и с другой стороны, мы понимали, ребята еще не обчесанные, да, их оставлять. Мы уедем, а они тут сами. Сначала у нас один экипаж вышел ночью, а мы, и тяжело было очень ждать эти секунды, минуты, когда же, уже вот-вот, дома, дома, уже вот, домой хочется. Саша, немножко хоть, так сказать, чтобы расслабиться хоть чуть-чуть. И ночью тогда мы решили выезжать, тоже долго ждали, все на нервах, нервничали очень, все переживали. Так более-менее утихло, рано-рано утром, 4 утра, по-моему, начали выездить. Все выехали, бородатые, чумазые, все как на одно лицо, все с бородами. С одной стороны, легко было, да, вроде, вот уже немножко ближе к дому, с другой стороны, тяжело. И хотелось, и не хотелось. Вот это тоже такое непонятное состояние. Слезы, мужчины тоже плачут, потому как слезы у каждого такие разные. У нас вроде бы от счастья уже, вроде бы, вышли мы, да, уже вот-вот дома. У всех по-своему раны остаются, и душевные. Все ребята оттуда, мы уже пришли другие совсем. Все ребята другие. И хочется, чтобы было все хорошо, что мы не зря это все там стояли, и ребята гибли, и семьи, и дети все остались. Это очень тяжело. Они все всегда с нами, в наших сердцах, конечно. Война – это всегда плохо. И тяжело тоже, мы знаем. Вот рядышком там такое происходит, а здесь все хорошо. Но это и хорошо, что хорошо, и видев, смотришь, что не зря там ребята все стоят. В нашей Украине немножко урок, проверка, так сказать, чтобы объединились немножко, чтобы знали, что мы, кто мы такие, мы такие есть. Субтитры создавал DimaTorzok